Привет! Миллион! Здравствуйте, армия! Так сложилось в моей жизни, что да, теперь на канале покашеварим миллион подписчиков. Думал, не думал, важно, не важно, давайте попробую об этом поговорить. В конце концов, у нас на канале не было каких-то разговорных роликов, в основном все в пределах каких-то ограниченных форматов, готовка, обзоры, еще что-то. А так просто поговорить с вами, в общем-то, и не было возможности. За эти 7 лет, целых 7 лет, больше, чем 7 лет прошло с момента, когда я зарегистрировал аккаунт на Ютубе и создал канал. Естественно, это много, слушайте, ну сейчас миллионы набираются вот так вот просто пшиком, щелчком пальцев, пары вертух, и у тебя уже несколько миллионов, ну, скажи, ну каждому свое. Я тихо и сапо и спокойненько, не ставя никакие цели, вы понимаете, канал покашеварим, вот многие мне, даже когда рекламные какие-то запросы там присылают, там, называют канал покашеварим проектом. Мы хотим с вашим проектом сотрудничать. Я, конечно, всем не объясняю, но для вас скажу, что канал покашеварим, это нифига никакой не проект, потому что проект это четкие цели, четкие сроки, контроль этих сроков, там, ну, вы понимаете, о чем я говорю, здесь такого не было. То есть я абсолютно спокойно, весьма успешно работал в большой финансовой компании, меня все устраивало, я параллельно просто что-то готовил, потому что мне это нравилось, снимал на камеру. И вот, то есть это не проект, это что-то такое, типа, ну вот от души, понимаете. То есть, ну, мне это доставляло удовольствие, мне это сейчас доставляет удовольствие. Вот, именно поэтому канал покашеварим, это не проект, это душевное дело, просто дело для удовольствия себя, а как оказалось, что еще и вы, дорогие мои зрители, получаете удовольствие от того, что я делаю. Ну, так это же отличная, отличная гармония, да, получается. Я что-то делаю, вам это нравится, ну, кому-то не нравится, нет, у хейтеров тоже. Слушайте, за 7 лет у меня уже, вот, выше крыши негатива, я с этим уже смирился абсолютно. Он, утки, а вообще утки улетают куда-нибудь? Неизвестно. Вот, сейчас уже прохладно на улице, где-то градусов, наверное, 10, осень, как-никак. Вот. Эрик. В общем, что такое миллион для меня? Вообще ничего. Ну, то есть, в том плане, что это, конечно, важно, это, конечно, клево, что миллион, но в моей жизни абсолютно ничего не меняется. Ну, вот ничего не меняется. Чтобы у меня было ноль подписчиков, чтобы у меня стало миллион подписчиков, в моей жизни ничего не меняется. У меня, мои жизненные приоритеты лежат в пределах, там, моей семьи, какой-то реальной жизни. И плюс моя теперь уже работа, это мой канал. Ну, да, это теперь уже работа, но при этом, которая доставляет удовольствие мне и, я надеюсь, все-таки вам. Я, наверное, не очень правильно выразился. То есть, как это миллион, это, типа, ничего не значит. Это, конечно, значит, это значит, что миллион раз, а если точнее говорить, больше гораздо раз, потому что еще помимо кнопочки подписаться, есть возможность нажать кнопочку отписаться на YouTube. Вот. Поэтому кнопочку подписаться нажимали гораздо больше, чем миллион раз. Ну, и из этого миллиона часть нажимали кнопочку отписаться. Вот. Поэтому сам факт этого действия, то есть, миллион раз было нажато кнопочкой на мышке на плашечку подписаться. Это прикольно. Нет, ну, это прикольно, это радует. То есть, с точки зрения какого-то, собственно, удовлетворения, наверное, да, миллион, ну, что-то типа, да, ну, миллион, все, можно сейчас, что, ну, прайс поднять на рекламу, ну, что, ну, вот такого плана действия какие-то механические. С точки зрения эмоции, тут тоже есть позитив, безусловно, это клево. Это клево, потому что, потому что это миллион. Вот, и я самый классный объяснятель, почему миллион это классно. Согласны? Ставьте лайк. Вот. Я сейчас на берегу, кстати, Химкинского водохранилища. Клево. Погода хоть и прохладная, но такая уютная довольно погода. Я приехал сюда на электросамокате, вон на электросамокате заработал. Вот. Ну, значит, чего, чего, вот 7 лет прошло, да, что можно сказать вообще, в принципе, про, про мою жизнь. Про мою деятельность на ютубе. Я блогер, я совершенно, ну, один из самых мирных, спокойных блогеров, который никогда ни с кем не конфликтовал. Хотя со мной пытались конфликтовать несколько людей, до сих пор некоторые конфликтуют, что-то там пытаются как-то пытаться уязвлять. Ну, мне это просто неинтересно. То есть не то, чтобы мне все равно, мне не все равно, но мне неинтересно. Мне, у меня нет желания тратить там свои нервы на то, чтобы с кем-то конфликтовать или хайпить, я не знаю. У меня еще вот, может быть, там, в начале, когда вот канал только создавал, я такой думал, ну, блин, надо чуть, блин, ну, типа, знаешь, из-за разряда, ну, надо же в кадре показать, вот, на тебя подпишутся. Ну, типа, такое что-то сделать, полускандальное, на тебя подпишутся. Ну, естественно, это просто в качестве шутки, что ли, да, то есть это абсолютно несерьезная история. Ко мне? А чего? Видеосъемки ведете. И что? Надо согласовать с руководством парка. Это же общественное место, в смысле согласовать? Ну, все видеоосъемки согласовываются. Да не, ну, вы глупости говорите, общественное место я снимаю в общественном месте, то есть тут. Не, не нужно ни с кем согласовывать. Ну, по закону точно не нужно? Да, я не говорю. Естественно. Не, 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 вы скажите руководству, если хотят, пусть подходят, я с ними согласую. Но я через пять минут сейчас уеду, через десять, наверное. Все нормально, в общем, снимать можно? У меня, кстати, действительно, у меня речной порт на заднем фоне, это, типа, считается стратегическим объектом. Ну, а хрен, если он красивый, да, что ли, я виноват, что ли? Вот, о чем я говорил? Миллион долларов США. В общем, что, вот снимал, снимал, огромное количество роликов снято, огромное количество рецептов, обзоров, там, всякое такое. У меня, вообще, вот, когда я начинал канал, я помню свои эмоции, тогда я думал, вот, хочу снимать рецепты, чтобы вот, меня все время раздражало, что, когда рецепты читаешь в интернете, или, ну, тогда смотришься, а смотреть было некого. Вот, Олег только, наверное, снимал рецепты, и бабушка Эмма, царствие небесное, снимали рецепты. Кто еще? Больше, наверное, не было особо кулинарных блогеров. Вот, и я думал тогда, что вот мне не хватает в рецептах, которые я смотрю, ну, конкретики, ну, что-то типа, добавьте соль по вкусу. Я такой, твою мать, блин, я готовить не умею, как это соль по вкусу, сколько надо соли добавить? Вот, и, то есть, у меня была такая идея, что надо сделать канал, где я буду подробно говорить, вот, там, четверть чайной ложки соли будем добавлять в рецепт. Вот, и я поначалу так и снимал, потом все, блин, нахрен, скатился, короче, скатился, и к чертовой бабушке все равно снимаю там, типа, по солям, вот это все, блин, черт, надо возвращаться к истокам, как бы, к идее изначальной. Вот. Ну, тем не менее, вот, прикольно, ну, сделал канал, что-то такое забавное, там, сначала на какую-то простенькую камеру снимали, потом какую-то себе зеркалочку купил, потом, сейчас тоже, в принципе, простенькая, но без зеркалочка, у нас два фотоаппарата, гашка, ой, да даже не гашка, какой, G85, G80 в российской интерпретации, Panasonic и Lumix, и нормально снимаем, хватает, в принципе. Ну, единственное, не хватает 60 кадров в секунду. Вот, а что надо, надо сейчас, короче, закупать новую технику, вот. И это, кстати, переходя к вопросу, как бы, спонсорства, рекламы и всякого такого, да, то есть без этого можно существовать, ну, вот, как я, например, там, 3, может быть, 4 года, там, 3,5 существовал, когда не было вообще возможности никакой зарабатывать на YouTube, и никто не знал вообще, что YouTube это такая площадка, где можно презентовать свои какие-то товары. Вот, спустя 3,5, наверное, года такая возможность появилась, то есть все обратили внимание, рекламодатели, фирмы обратили внимание, что соцсети, YouTube, как одна из самых больших соцсетей в мире, точнее, не знаю, самая большая соцсеть в мире, как бы, это стало интересно, и рекламодатели стали размещать рекламу, рекламу, тем более, размещение там рекламы на YouTube гораздо дешевле, чем на телевидении или где-то, вот, стали размещать и на самой платформе через Google Adsense, стали размещать через прямые интеграции или там какие-то бартерные темы и так далее. Вон, мы с Самурой первый раз вообще заработали, у меня нисколько не было подписчиков, там, типа, ну, ты 2 тысячи, может, ну, как нисколько, это 2 тысячи, это много на самом деле. Вот, они мне прислали первый набор ножей, я помню, это керамические беленькие вот эти вот керамические ножи Самура, вот, после этого я их, кстати, перестал любить, я чуть раньше к керамике хорошо относился, а потом понял, что это шляпа все, короче. Ну, оно такое, знаешь, типа, вот, я не знаю, как так случилось, девушка мимо прошла, в общем, для девушек, вот, чтобы не точить, не это, там, надо помидорчик порезать, курочку филе нормально режет, вот, а нам-то все-таки надо, там, курицу разделать, что-то, там, кости какие-то обстрогать, вот, для этого керамика вообще не подходит, крошится, вот, ну, все равно у меня на кухне есть керамический нож, которым я периодически пользуюсь, просто вот, потому что я знаю, что он всегда зараза острый, что с ним ничего не происходит. Вот, и, в общем, ну, вот, и как-то, как-то, да, стало, стало получаться немножко на канале зарабатывать, и, то есть, даже спустя какое-то время так сложилось, что я ушел даже с основной работой, потому что я понимал, что, как бы, заниматься любимым делом, и основная работа была моя. Ну, мое любимое дело, мне очень нравилось это дело, потому что, во-первых, там, прекрасные люди вокруг меня были, которые, опять-таки, поддерживали то, что я на канале делал, это же классно, когда у тебя есть, там, и семья поддерживает, и друзья, и все, никто не понимал, брат, что это такое вообще, зачем это все, и я не понимал, до сих пор не понимаю до конца, вот, но, как бы, сам факт поддержки такой был, и это клево, вам огромное всем спасибо, коллегам, вы, обожаю вас, до сих пор с некоторыми общаемся, вы классные. Ну, и вот, и, в общем, стал заниматься каналом, оно как-то немножко, немножко стало, было страшно, реально, как в никуда, черт побери, вот, я не знаю, вы можете представить, что вот сейчас вот вы работаете, что-то стабильно там зарабатываете, какой-то, оклад, вот, оклад, то есть, даже, не знаю, наверное, психологические какие-нибудь ребята, занимающиеся продажами, может уйти, могут спокойно взять и свалить, у которых зарплата зависит от, там, продаж, да, то есть, она нестабильная. Вот, а у меня был оклад, я всю жизнь работал на окладе, мне было кайфово, не, ну, были какие-то бонусы там, но они, типа, второстепенные, не основную часть дохода, вот, и, знаешь, ты такой работаешь стабильно, и такой раз, и уходишь, и что, и что, у тебя семья, как бы, двое детей, вот, ну, ничего, ничего, все хорошо. Я, правда, ушел с четкой, с четким пониманием, что я, если ухожу заниматься, как бы, ютубом, да, то есть, снимать больше роликов, делать больше контента, чем я делал до этого, то я себе дал тогда один год, один год, в течение которого я должен был достигнуть того уровня дохода, который был у меня в офисе, вот, получилось раньше, я этому очень рад, вот, и, соответственно, у меня спустя год, как бы, я сел, сам перед собой, как бы, открыл планы, да, которые у меня были в голове, я их открыл, три панаса, нет, просто вспомнил, что вот год прошел, чё, удалось, да, удалось, спасибо, спасибо платформе, спасибо вам, которые смотрите, спасибо всем, спасибо маме, папе, жене, детям, да, бабушкам и дедушкам, вот, всем спасибо за то, что оно, как бы, и получилось, и слава богу, потому что я в этой работе чувствую себя гармонично, мне нравится то, чем я занимаюсь, единственное, я не очень гармонично себя чувствую в одежде, которое начинает сжать со временем, потому что за эти 7 лет я набрал, наверное, килограммов 15 веса живого, и это, поверьте, не мышцы, ну, возможно, мышцы челюсти, потому что я много жую, вот, в общем, я действительно набрал вес, ну, как бы, да, вот так вот у меня, у меня организм не успевает справляться с тем, что, что я показываю на экране, ну, плюс я вообще на ночь жру просто, поэтому, о, голуби, что вам надо, захват голубями, вот, в общем, вот такой вот он, вот такой вот он миллион, ребята, такой вот он миллион, настроение хорошее, на самом деле, то есть, нет такого, что я чувствую, знаешь, какую-то депрессию, падничество, у меня там не хочется ничего делать, у меня там опускаются руки, такого нет, вот, реально, за эти 7 лет, конечно, были такие моменты, когда хотелось, типа, плюнуть на все, думаешь, блин, да чем я занимаюсь вообще, вроде бы, как не очень серьезно, знаешь, вроде бы не, не стабильно опять-таки, да, может быть, пойти обратно в путь, ну, были такие моменты, а потом я такой думаю, да, блин, да, мне же это нравится, то есть, мне вот сейчас нравится то, что я сейчас делаю, я сейчас сам себя снимаю, поставил камеру, выбрал стратегический объект, для того, чтобы американцы посмотрели, как речной порт наш выглядит, вот, понимаешь, и почему я себя должен этого лишать? Непонятно, то есть, несмотря на все вот эти вот заморочки, типа, а, может быть, мне все равно нравится заниматься каналом, мне нравится видео, мне нравится делать видео, мне нравится говорить на камеру, мне это доставляет удовольствие, вот, поэтому я не вижу никакой для себя мотивации отказываться от канала, да, за это время, вот, например, в прошлом году мы сделали оффлайн-проект, который весьма успешен вместе с Виктором Бурдой, мы открыли о суши, по, скажем так, по по той, исходя из того объема информации, дегустации, которые вот со мной случились за вот этот огромный промежуток времени, мы сделали продукт, который клевый, который нравится людям, то есть, вы, могут люди хейтить там, что я что-то там засираю конкурентов, еще что-то там, когда я снимаю обзор, а там дерьмовая, например, какая-нибудь, сушильня, и вот если я их критикую, если раньше я их критиковал, все говорили, да, топи, короче, мочи, понимаешь, сейчас критикуешься, говорят, а, понятно, а, понятно, блин, у суши свои открыл, короче, и это самое, и топишь конкурентов, нет, я всегда только за конкурентов, за хороших ребят, я их вообще конкурентами не считаю, я уже как-то в инстаграме высказывался, что ребята, которые занимаются хорошим делом, то есть, они делают качественный продукт, они не могут являться конкурентами, понимаешь, то есть, у нас одна идея, одна идеология, правильные шаги к людям, то есть, по направлению к людям, все дерьмодоставки, они вот так вот прячутся, им стыдно, я вам отвечаю, серьезно, вот те, кто делает плохой продукт, или плохие там кафе-рестораны, они прячутся от людей, они никогда не выйдут, не скажут, да, я это сделал, вот я, чувак, вот Иванов Иван Иванович, я это сделал, никогда так не сделают, никто не знает, кто там за какой-нибудь суши-вок там отвечает, понятия не имею, знаешь, он мультимиллиардер там, или суши-мастер там, знаешь, Алекс Яновский, вот, да, бизнес клевый, но продукт-то он говеный делает, ну, то есть, вот факт, вот, поэтому, это неправильно воспринимать критику по отношению к кому-то, как желание утопить конкурентов, всех утопить невозможно, дерьмо как было, так оно останется, оно никуда не денется, оно будет нас сопровождать, потому что люди это просто покупают, понимаешь, в чем история, то есть, люди, это востребованная тема, людям надо покупать дешево, и пофиг как, и пофиг какой продукт, вот, поэтому это никуда не денется, и как я не буду критиковать, чего я не скажу, как Обломов там, хоть мы всем Ютубом миром всем соберемся, вот, всем Ютубом, PewDiePie и всякие, вот, самые-самые большие блогеры скажут, что вот, какой-нибудь там, суши что-то там, плохая доставка, пофигу, они все равно будут существовать, вот и вся история, потому что простому человеку не объяснишь, что это не надо есть, а вот человеку, который уже там со мной, допустим, провел много времени, они приходят к нам в осуши, едят роллы, они понимают, что да, это дороже, ну, как бы, если вот просто глянуть на цены, это дороже, но если вдуматься, это получается дешевле по факту, ну, потому что, в общем, это не имеет значения, на самом деле, сам факт, что мы сделали офлайн-проект, он успешно зашел, людям нравится, три точки работают в плюс и, слава богу, слушайте, все отлично, будь четвертый, будь пятый и так далее, мы сделаем так, чтобы у людей была возможность везде поесть вкусный продукт, вот, это никоим образом не противоречит и не конфликтует с моей деятельностью на ютубе, потому что благодаря тому, что я в это влез, вот, меня Витя позвал как-то, давай займемся, я в это погрузился, ребята, выше головы, серьезно, то есть я не типа такой там у себя в инстаграме пиарю, нет, я погрузился капитально в эту историю, мы вместе с Витей, его супругой этим занимаемся, вот, и, понимаешь, и благодаря этому я очень много узнал, я очень много узнал об этом рынке, и сейчас вот для меня лично, мое мнение относительно, например, доставки там сушеров, оно для меня гораздо ценнее, чем было до того, как я ввязался в ОСУШ, потому что тупо информации больше, стало больше информации, стало больше понимания того, что вот, что я делаю, делал на ютубе, я теперь понимаю, как это работает на самом деле, у меня было много недопониманий, которые я предполагал, а теперь я точно знаю, вот, поэтому адекватным зрителям, я думаю, адекватно и так понимают, я предлагаю еще больше сейчас ценить обзоры на суши и прочие вот эти вот доставки, потому что я больше теперь знаю, не все, но больше, гораздо, вот, короче, миллион, черт подери, вокруг люди ходят, ты знаешь, я уже настолько погрузился в себя, это, наверное, вот тоже, вот вы можете спокойно продолжать разговор, когда ходят люди, мне это было страшно, вот, когда мы первый раз поехали с Димой, я помню, мы сидели, снимали только дома, я такой думаю, какого черта, что я как этот, как вот, этот, пескарь, короче, рассказ-то какой классный, премудрый пескарь-то, который прятался все время дома, как бы, и что-то ненормальное это, и я такой, все, Диман, у меня Димка тогда появился, это мой брат, кстати, оператор, он же оператор, он же сейчас ролики монтирует, вот, и я говорю, поехали снимать, и мы поехали сняли первый обзор на какой-то, этот, как его, АЗС, АЗС, черт, и в первом же обзоре у нас был какой-то мега-скандал, ну, типа, тоже там запрет съемки, помнишь, ГБР вызывали, что-то такое. Ну, в общем, нельзя, надо согласовывать с офисом, чтобы это все снять, вот. А мы против, о, уток пришли покормить, но это было прикольно, все равно, мне тогда понравилось, что мы не находимся в каком-то замкнутом пространстве, мы смотрим, что вокруг вообще происходит, а вокруг целый мир, черт подери, вот, хоть и Москва, я в пределах Москвы снимаю, не больше. В общем, ребят, вот такие вот дела, целый один миллион раз, кто-то нажал кнопочку подписаться, и не нажал кнопочку отписаться, это очень клево, давайте так, я очень много всего сказал, возможно, что-то недоговорил, у меня мыслей в голове гораздо больше, чем памяти на этой карточке памяти, которую я сейчас с собой взял, вот, поэтому я просто вас всех обнимаю, вам говорю огромное спасибо, вы клевые, вы золотые, даже хейтеры, которые у меня есть, пацаны, не обижайтесь на меня, если я вас баню. Слушайте, спасибо вам огромное за улыбку, которую я ощутил, вот, когда открыл канал, а там один миллион, мне приятно, я надеюсь, вам тоже приятно, будем продолжать, никаких спецпроектов, ничего такого под миллион не будет, ребята, просто продолжаем жить, делаем дело, которое нравится, и вот, всего вам, в общем, доброго. Спасибо за то, что со мной.